I have ways of blowing things off. Я не знаю, если я пропустил какой-то секрет, можете написать мне в комментах. Это как раз тот случай, вот как было с мечом, там где нужно было меч факелом подменить. Там явный секрет, и нужно найти какое-то решение. Здесь секрет совсем не явный, и я не знаю, что делает эта кнопка. Поэтому я, пожалуй, оставлю ее здесь. Также, ребятушки, у нас все-таки произошла замена посоха на шарик. Потому что я так все-таки подумал, получить вместо постоянного света плюс 5 энергии, ну, все-таки да, тут будет предпочтительней. Этот посох посильнее, чем тот шарик, и у нас есть заклинание света, которым мы можем пользоваться. Так что все-таки будем ходить так. В-третьих, как вы видите, у нас у персонажей ни у кого нету перегруза. Я очень постарался, ну, я не хотел выкидывать лишний факел, но один мне все-таки пришлось выкинуть. Также я повыкидывал свитки, в которых заклинания, которыми мы не можем пользоваться. Тут лед, электричество. У нас, по-моему, есть также некоторые заклинания яда, которые мы не можем использовать. Но я пока заклинания все оставил. У нас все теперь заклинания и магический шар лежат в одном ящике. Пока что так. Так, вот, и еще у меня появились некие опасения. Ну, хотя, ну, вот этот получится уровень, кстати. То есть мечник у нас очень близок к уровню. У всех 12-й. У всех 12-й, но при этом мечник очень близок к уровню. И мы с вами сможем получить или выпад, или мастер щита. Двое уклонение при ношении щита. Кстати, если не носить щит, тогда что? Что носить во второй руке? Ты все равно можешь ударить только одним оружием. Так я понимаю или нет? Так, круглый щит, а ты. Тяжелый щит. Плюс 10. Плюс 7. Ну, в принципе, все нормально. У нас где-то не найдены, кстати, остались эти штанишки. Ладно. Все, ребят, поехали. Итак. Десятый этаж. Храм Горомок-2. Будем мы с вами проверять такую теорию, является ли это последним уровнем. И проверять мы это будем таким образом. Пока я не найду дырку, которая провалит меня ниже, я буду считать, что это последний уровень. А если это последний уровень... То тут может быть что-то страшное. Просто ключ лежит, да? Я ему дал ключики, это сразу же его перегрузило, и тебя тоже. О, тебя не перегрузит, хорошо. Тряпочка какая-то. Ктулка какая-то. Просто тупо ключ лежит, да? А кнопки? Ох... Ага. Еда. Которая тебя тоже моментально перегрузит. Кто у нас там голодный был? Ну я добивался, что все были не перегружены. Мне такие, на тебе еще что-нибудь. На тебе, на. На, держи, чувак. А, смотрите, здесь тряпочка-то уже срублена. Спасибо. Тут у нас просто закольцовано, да? Кнопочки? Вроде нет. Что за звук? А! Фух, я что-то на секунду перепугался. Внутреннее святилище. А-а-а! Погоди. Где у нас там было? Сюда сну. Вот это-то. Два раза влево, один раз она скользит. Это... Как оказалось, истинный герой. Ну давай вот это положим. А-а-а! А-а-а! Все, понял. О-о-о! Оно... Милочку, комната у нас диагональная? Вроде да. Если мы взяли эту штуку здесь, если по диагонали у нас пустая штука здесь. Да, это работает. А если другой камень? Ха-ха-ха! С зеленым так не работает. Хорошо. С красным у нас просто получается шорткат туда. То есть мы по сути... А, мы получаем второй ключ. Круто. F5. Что-то здесь стремно немножечко. Я нашел уже второй ключ. Я уже даже нашел одно место, куда их можно присобачить. Привет. Тверь, меня отравила. Тверь, меня отравила. Сдохни. Сдохни. Ага. Я умру, если посплю. Вот теперь мы знаем, что эта козявка делает. Нет, они вылечатся, в конце концов. Они вылечатся. Хорошо. Тогда отдыхаем. В первый раз, когда мы дрались с этими козявками, я не прочувствовал этого эффекта, потому что, наверное, мы их слишком быстро убили. На, покушай. F5. Пойдем заберем наши сюрикены. А, у нас вот свет потух, видите? Нам придется время от времени его подключать. Отлично. Ты отсюда вылез, да? О. О. Это то, что я думаю. Перчатки доблести, да. Ха-ха-ха. Хорошо. Пластичные. Пластичные. Пластичные, Карл. Пластинчатые. Меняем. Но они, на самом деле, плюс 3. С сравнением с пластичными. Все равно хорошо. Все равно лучше. Но. Так. У нас, получается, не хватает штамма. Штанцев на сет. Штанцев не хватает. А перчаточки у нас, у тебя тоже пластинчатые. Ну, то есть, тебе пофиг. Ладно. Чувак у нас все равно перегружен. Мы потом эти перчатки, может быть, куда-то с грузами или что-то еще произойдет. О. Здравствуйте. Я пришел к месту, до которого можно добраться, только пройдя через все подземелья, начиная с вершины горы. Я думаю, что подземелье... Подземелья были созданы этим путем. Но почему? Турум. Турум, когда мы с тобой встретимся, то... Может, там неинтересно. А это... А это вторая скважина, да? А это вторая скважина. Здравствуйте. Два ключа. И в 5. Продолжение следует... С pintura... Скидка... ... ... блин у этих комаров в них мало жизни и хорошо они склеиваются достаточно быстро блин у меня маги стащится сейчас ну в принципе норм хавчик крот желанный крот хорошо так стейки ну ладно знаете с таким перегрузом ходить а я понял а нет не понял я думал что что я думал что ключ откроет мне а что он должен был открыть я думал что ключ откроет мне вот эту штуку также но откроем не комнату с мобами и ресивер ресивер я так понимаю что мне нужно будет пойдемте где у нас там была вторая скважина я уже забыл надо будет вернуться сейчас посмотреть тут а это просто зеркальная комната понял зеркальная комната так икру мы пока здесь оставим кстати сири надо вы заслышите ну то есть это открыл нам путь к ресиверу да да стоп а где была вторая замученная скважина я не помню может туда как-то попадали а стоп да или нет все мы открыли туда шорткат по идее нам этот камушек тут сейчас не нужен нам нужно вот это да 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 тут была вторая все я понял где мы и как это все сейчас тоже откроется какая-то гадость с которым придется сражаться потом мы сможем пойти нажать на кнопку снаружи и это сработает значит поэтому мне нужно отдохнуть чтобы мне могу остановился потому что мне нужны фаерболы будут и посмотрим как это все сработает пока вроде какая-то логика прослеживается но самое страшное в этой игре это потерять тени событий потерять логику потому что пока есть логика можно еще понимать что происходит это перца просто надо не делировать жалко я мог сейчас есть да есть а вот кстати и стрелялка там есть ресивер тут есть стрелялка все хорошо так хилочек у нас 24 я всех берегу на битву с боссом посмотрим кстати да заметьте не было до сих пор ну видимо теперь кнопка с той стороны до мне теперь сюда и 5 нет вы издеваетесь это же невозможно это Ребята, это невозможно. Ребята, это возможно, это возможно, это можно просчитать. Да, я открыл дверь и начал спать перед ней. Очень умно с моей стороны. В пять. Поехали. Ну, как бы здесь, по-моему, мы закончили. Знаете что? Я заберу, наверное, икру. Мне туда больше не надо. Так у меня будет два камня. Вы слышите эти звуки, да? Внутреннее святилище, причем тут же сразу же плита. Турум. Турум. Ты что, недоступен для ближнего боя? Блин, как больно-то. Уровень. Уровень. Так. Мастер щита. Удвоенное уклонение при ношении щита или же... Выпад. Мощная атака, производящая, пронзающая вражескую броню. Пойду я, наверное, все-таки в оружие сначала. А следующий уровень, если вдруг он у меня случится когда-либо, то я его закину уже в броню. Так. Это страшные говнюки. У них щит от ближнего боя. То есть, мне сейчас офигеть, как нужен был бы уровень на воровку. Сколько за него экспы дали? Я даже не посмотрел. Мне очень сильно сейчас нужен уровень на воровку. Блин, до него еще полуровня идти. Черт, он мне нужен сейчас прямо. У меня тут есть в метательном оружии двойной бросок, который... Я бы сейчас дабл дэмэдж относил бы метанием. Ах, ты ж елки. Так, хорошо. По крайней мере, у нас есть хорошо прокаченные огненные шары. Одного такого упыря мы лопнули? Ноль! Ноль это как? Нет, я вам по ним попадаю. Он меня чуть не убил, смотри. Тысячи экспы за них дают. Почему и сюрикены свои не подбираю? Один улетел куда-то, да? Не ясно куда. Хорошо, опять спим. Это страшные ребята. То есть, если по одному в открытой комнате, то он еще ничего. А если их, например, двое. Или они в комбинации с каким-то другим мобом. Или вот в коридоре. То это ж все хана. У них элементальный дэмэдж. Они, то есть, не... Ну, сколько мне за... Ну, неплохо плюсуют, конечно, но... Там, возможно, еще такой. Или такие. Так... Вот это... Вот эти вот риперы... Мне вот они вообще не понравились. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да. да 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 я думаю а зачем мне туда ну чисто теоретически зачем не может понадобиться туда идти паучки но я надеюсь что это паучки я бы не хотел какую-то но сюда я могу пройти это я вижу привет ктулха еще пальцов тут своих понасували в капюшон отсюда пришел так у нас комната вот это все пооткрывалась прикиньте смотреть как это на карте обозначен что все это было двери фигасе и сюда я могу пойти а как это так а где где мы все реки они все в них 10 все нормально то есть есть вот газовая комната понятия не имею зачем такая комната нужна но допустим я ее обезвредил мне кажется и мы можем пойти в две стороны окей и в 5 даже знаете я очень сохранена вот это на отдельное сохранение стрелы стрелы это не логично еда метательные топорики ну здравствуйте перегруз я кнопка но такая кнопка явная очевидная а тайных кнопок слишком долго не было они умеют открывать ясно понятно отсюда надо валить и выманивать их по одному иначе я здесь нифига не выживу они ставят щит короче во время щита они полностью неуязвимы неважно каким атакам это была моя ошибка он поставил себе щит у него все хорошо в жизни вот их двое ко мне идет нет не 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 погодите убрал и и а там же значит мы пойдем сюда по прямой они меня догоняют значит мы пойдем туда мне еще и свет гаснет очень вовремя вот я говорил что меня это когда-то подставит оу ты проголодался на стейк схавай блин смотрите сколько у нее жизни осталось их щит сначала пробить надо или что я не пойму ну вроде как убиваются у меня манна закончилась у меня хорошо все спим выбрались из той комнаты заманили за собой одного уже хорошо то есть там их осталось двое бои становятся чрезвычайно сложными просто звездец я не понимаю этот щит у них на время или его нужно проламывать это тоже нужно будет сейчас понять потому что я беру на него сливаю например всю манну и и все а чё дальше опять в сторону да его надо по моему проламывать такое заклинание ушло в пустую опять один сюрикен куда-то улетел а вот он ну ладно и в пять там еще один упырь такой да где-то говно кусок у вас было три не врите мне а понятно он под щитом а а а а а а а все голодные я вижу вижу что все голодные я специально этого ждал он под конец станут становится очень аккуратен в выборе своей стратегии все вот так вот будем эти синие стейки жрать потому я специально жду пока все максимально проголодаются появился у нас портал появился у нас портал давайте отдохнем что у тебя с уровнем хорошо хорошо идет идет так ты у нас еще тоже скоро проголодаешься давай вылечимся ждем пока у воина у нашего наступит голод чтобы мы ему тоже синие стейк скормили они очень такие качественные вкусненькие я переживал что не будет еды под конец игры но нам стали давать синих динозавров это хорошо то есть я подумал что улитки слишком низкоуровневые когда мы их там последний раз видели на шестом уровне или что то такое когда нас заперли вот но вроде как паучки там где-то за стенки ладно и 5 я сохраняю сейчас блин как чувак из постола говорилось даже моя бабушка смогла бы пройти эту игру с неба она сохранялась только же сколько и ты как бы да а а а а там комар здесь а кристалл нет пустите меня моя прелесть а мне и пускают круто спасибо а а то есть у меня есть кристалл есть а сюда что-то надо положить уж случайно уж случайно не красный глаз я хотел сказать а но это было не знаю как то очевидно он открывает одну клетку открывает другую клетку и здесь подоконник без какого-либо описания просто что-то положи сюда так блин а вот ты можешь чтобы дофига веса таскать требует дальнобойное оружие семнадцать дальнобойное оружие семнадцать а у нас этого же даже и близко нету да да дальнобойное оружие один то есть в принципе из этой штуки мы можем стрелять а из этой вообще ой блин то есть это очень хорошая оружие но не под мой класс из рогов хитророгого барана хитророгого барана блин а так ладно хитророгий лук к сожалению мы его оставляем потому что как то вот так вот у нас у тебя перегруз прям конкретный да три килограмма перчи весят а тогда теперь у тебя перегруз из-за этой штуки ну раз у тебя за хавчика перегруз то еще и перчатки потаскай ничего с тобой не станется очень а я возьму еще раз с собой эту штуку идите нафиг честно как то очень легко здесь открывалась механическая дверь ну на мой взгляд это было очевидно да это выход с уровня а а значит тут есть одиннадцатый ах ты ж я думал что десято это последний я серьезно я еще такой думаю нет ни одного провала ни одной проваливающей проваливающейся плиты значит ниже провалиться невозможно значит этот уровень последний я практически убедился в этом и гляньте за кристаллом там там еще что то есть или мне кажется там лут лежит туда попасть можно смотрите там какие стрелы а ну черт с тобой а что мы будем здесь оставлять так ладно там есть кнопка пойдемте жмякнем там может быть что то страшное конечно но он от меня увернулся так другой вопрос это на количество ударов или на урон иди сюда тварь хорошо минус в 5 отвратительно когда такое заклинание уходит в никуда а а там дверка здрасте корешочек и все так так стоп ребят давайте подумаем в прошлый раз когда у нас сразу был выход из уровня но нам предложили идти вокруг что мы получили мы получили меч классный было такое и мы получили да а обожаю это урон такой бах 173 нет а а а один силикен куда сюда полетел сюда надо отдыхать а мы получили хороший меч мы получили полный уровень о стоп 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 чувак ну-ка сломанный механизм контролирует портал хорошо оттуда мы сможем бежать вот что и за единственный сломанный механизм он говорил я все еще слишком слаб чтобы двигаться но я рад что вы сделаете что вы делаете успехи мне нужно собрать все мои силы чтобы мы вместе могли уйти а а а а сломанный механизм сломанный механизм то есть он говорил до этого что все механизмы в этой башне функциональны кроме одного вот этот самый сломанный механизм то есть милочку вы хотите сказать что это изначально была подстава и уйти отсюда никто не может пока а в 5 чувак мне с тобой встретиться честно было бы круто это чел который идет перед нами я так понимаю но что интересно он же длинный меч 14 15 хорошая скорость но нам такое уже не надо наверное он кстати возможно он был бы лучше того меча который у нас был до этого там у нас изолированная комнатка с этими насекомыми да можно просто экспы себе понабивать но я вернусь туда давайте я схожу в ту комнатку да там много это скорость у них 2 я наконец-то блин нашел то что я думал дети чертовы штаны на тени и не буду их так ложите вот тут положу пока что спим лечимся комната с тремя дверями три двери черт побери туда вели ну вылечись давай уже все спасибо так а у нас тут конец света наступил перчатки мы эти здесь выложим ну что они тяжелая броня нам такое не надо кожаные поножи мы здесь выложим потому что она легкая броня легкую броню у нас больше никто 49 ну конечно так лучше кожаной брони у нас никто больше носить не будет маг не будет ее носить потому что ему нельзя носить броню у него нет навыка а все танки у нас уже с тяжелой брони где-то мы значит про втыкали и хитиновый шлем потому что я уверен что он есть этот ходит полностью у нас в в пластичные в пластинчатой брони это полный сет этот чувак у нас ходит полностью в доблестной брони полный сет значит мы где-то про втыкали хитиновый шлем может какой-то из секреток который я не нашел я не знаю вот и кстати вот этот вот сет на заглядата или заглядата я он скорее всего если мы качаем нашу воровку в ловкость и возможно даем ей возможность даем не шанс на первых этих на первых рядах хотите заменять бойца или что такое чтобы они просто не попадали ой 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 да ну он по всем соседним клеткам лупит да хорош как больно то все заходит урон по нему нас хавай тысячи экспы одна звездочка у нас улетела да здесь поспим они умеют открывать двери эти твари очень умные ни один моб в игре до этого не умел открывать двери хотя в принципе так скажем физические приспособления для этого у них были какие-то клешни лапы привет противная мелкая а вот и яма а вот и яма еще два сюрикена суперски просто так подарили мне молодцы спасибо давайте исследуем это место яму обязательно надо быть провалиться тут еще можно пройти дальше ох как сезон а это скорее всего второй проход кристаллу ну-ка сейчас посмотрим 5 все это немножко сомнительно кристалл там за стеной хотел сказать кристалл там за стеной вот так вот оно и получилось это не то чтобы шорткат это у нас будет второй доступ к кристаллу с этой стороны огненные стрелы и записочка от турума я видел похожие кристаллы в храмах нэкса но по сравнению с ними форме с этими формированиями они были и сушены и безжизненны у тех кристаллов не было достаточно силы чтобы вернуть умершего компаньона обратно к жизни интересно сколько еще раз я смогу обмануть смерть а вот здесь мы с вами сейчас ребятушки получаем очень интересную информацию кстати полный шлем погоди она это такой же такой же ладно хорошая кстати кастрюлька ну то есть я так понимаю что это вторая по лучшести в игре до плиточка шоколада ну давайте еще тут вот побыренькому глянем хотя не знаю как слово побыренькому сочетается не такой это туда что-то уходит далеко погодите здесь здесь дверь а у нас много путей стойте ребят давайте у нас есть яма у нас есть дверь у нас есть вот сюда куда пойти туда куда пойти давайте вот здесь вот мы остановимся на этой минуте продолжим уже в следующей серии я почему-то был уверен что это последний этаж оказалось не так но мне такое ощущение что мы где-то близки к развязке все спасибо что были с нами увидимся в следующих сериях всем удачи и добра бобра всем молодушек всем покеда а 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 Субтитры сделал DimaTorzok